А пока на Грушевского договаривали, сблокировали и митинговали, на Банково и президенту Петру Порошенко европейские гости вручали заветную папку. Текст соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Документ, который предусматривает существенные преобразования. Как оценивают в Брюсселе реформы Киева, за что хвалят и за что критикуют, в сюжете Александра Васильченко. Заседание 19-го пленарного саммита Украина-ЕС. На встречу приехали лидеры европейской политики. Во главе председатель Совета ЕС Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Их сопровождают вице-президент Еврокомиссии Федерико Магирини и Валдис Домбровскис, а также еврокомиссары Йохансен Схан и Сесилия Маймстрем. Главный вопрос встречи – ратификация соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. После завершения председатель Совета Евросоюза Дональд Туск перед десятками камер обратился к президенту Украины Петру Порошенко. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью и передать вам документ. Это окончательное решение ЕС о ратификации соглашения об ассоциации. Мои поздравления. В свою очередь украинский лидер пообещал следовать европейскому выбору. Это главный документ, который характеризует сотрудничество Украины и Европейского Союза. Угода о ассоциации. Все формулирования, которые довольны Украину, которые довольны Европейский Союз, выображены в этом документе. Украина не пойдет ни на какие компромиссы в отношении Украины. Петр Порошенко заявил, на оккупированных территориях и в российских тюрьмах много наших пленных и политзаключенных. Лидеры Евросоюза в который раз подтвердили, что ЕС никогда не признает аннексию Крыма. Я призываю немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, которые находятся в России или в аннексированном Крыму. Обсудили президенты и возможность долгосрочной поддержки, а также экономического развития Украины, применив так называемый план Маршала. Воплощать в жизнь его планируют уже со следующего года. Еще одно перспективное направление – возможное присоединение к таможенному союзу с ЕС. А это уже вступление в шенгенскую зону и выход на европейские рынки. Это сильный стимул для реализации экономических, социальных, секторальных и других реформ увеличения нашей общей торговли и инвестиций. Стремление украинцев к евроинтеграции в ЕС поддерживает, заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. За последние три года Киев продемонстрировал прогресс в реформах, но уровень коррупции в Украине до сих пор остается высоким. Антикоррупционный суд так и не создан, но и тут европейцы идут навстречу. Просят создать хотя бы социальную антикоррупционную палату в рамках суда. Тема коррупции важна для граждан, и это надо ускорить. Но не надо преуменьшать, что есть определенный диалог, дебаты между Украиной и ЕС. Вопрос вашей репутации. Таким образом, необходимо активизировать борьбу с коррупцией. Ваше важнейшее завдание сегодня – побудовать вас в частной державе, как опекуется про своих граждан, опирается коррупцией и шанует на высшие стандарты суспильного жития. Вопрос об очередном транше ЕС тоже напрямую связан с темой борьбы с коррупцией. Если будут существенные изменения, Киев сможет получить еще 6 миллионов евро в декабре этого года. Александр Васильченко, Сергей Ведмить. Подробности – телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин